Доброе утро, друзья! Меня зовут Ваня, вы Нога Мараша. Сегодня мы рисуем на тему Ивана Купалы. Рисуем вот такими мелками. Сегодня я рисую Кузю. Я думаю, много раз я рисовал Кузю. Вот такие мелки и Кузя. Мелки и Кузя, мелки и Кузя. Кузя, домоведок Кузя. Не знаю, сейчас есть какие-то современные мультики. Сейчас все современное делают. И я не всегда рад современному. Мне так хочется старенького нашего. То, о чем я вырос. Куда сохранять? Уроки. Я только что сказал, что уроки сохраняются здесь же на гамма. Рисуем Кузю. Кузю, домовенка Кузя. Я надеюсь, ты видел мультик. На гамма сохраняются уроки тут же. И на ютубе рыбакит папа рисует. Ну что же вы. Легко просто и найти. Рисуем сначала голову Кузи. Это очень легко. Я рисую масляными мелками. Мне они очень нравятся. Самый мой любимый способ рисования. И для взрослых, и для детей. Он подходит идеально. Вот такой Кузя. Он вот такой будет. Это его голова. Сверху волосы. Давайте сразу и волосы нарисуем. Возьми пожелтее цвет. Пожелтее такой желтый. И волосы. Волосы у него, ну, наверное, чистые. Вот бывает грязный. Бывает грязный. А бывает чистый. И мы рисуем более чистого. Может, немножко запачкаем. Так вот. Рисуем волосы. И они похожи на сено. Привет. Пишите вопросы. Задавайте. Я читаю в прямом эфире. Так что есть пообщаться. Если есть желание, то можете пообщаться со мной. Я всегда отвечу. Если вы сделаете сторис, то просто супер. Потому что я сторис добавляю к себе. И будет вот супер. Вот смотри. Кусок желтого сена сверху бросили. И оно так лежит ярко. Но оно не всегда желтое. Оно бывает. Немножко оранжевое. Немножко добавим оранжевое. Покидаем, покидаем, покидаем. Сено, 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 сено. Солома, сено, салома, сено, салома. Сено, сало, сено, сено, сало. Все. Такой вот пушистый. Он такой классный парень. Мне он очень нравится. С детства, как я видел первый мультик, мне полюбили. Полюбился его. Я надеюсь, новые не снимут. Прям очень надеюсь, что вообще не будут новые снимать. Мультики про Гузю. Только олдскул, только старая книжка. Я недавно ее прочел и аудиокнижку послушал. Она мне очень нравится. И я думаю, это лучшая книга для детей. Ну, одна из лучших, одна из лучших, конечно. Много классных детей есть. Но она очень классная. Вот такой Кузя. Он улыбается, носик. И можно даже нарисовать ему реснички. Он же красавчик. Кузя. Кузя, привет. Мы тебя нарисовали. Немножко запачкаем ему щечки. Он немножко запачкался. Смотри. Немножко запачкался. Да, 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 да. Кузя. Да, Кузя, 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 Кузя. Кузя, Кузя будет и сохранит тоже. Все. Спрашивает, куда сохраняется, куда сохраняется. Теперь ему кафтан нарисуем. Красную рубаху. Красную рубаху рисует просто. Вот так. Раз, квадрат. И так закрашиваем. Только, наверное, не полностью. Потому что у него такие кружочки есть. Наверное, нарисуем кружочки сначала. Кружочки. А потом уже все закрасим. Кроме кружочек. Вот так вот. Раз, раз, раз. И здесь немножко ты можешь застрять. И тогда ставь на паузу, если смотришь на Ютубе. Если в Инстаграм, то не тормози. Крась быстро. Хоть как-то закрась, да? У него есть ручки-ножки. Сначала ручки. Вот так вот. В разные стороны. Он их раздвинул. Тоже кружочки на них. И так закрашиваем. Можно закрашивать. Но какие-то дырки оставить. Вау. Дырявый. Золотой. Кому говорю. Золотой. Наше детство. Конечно же. Мое детство 100%. Это Кузя. Хотя я уже его усмотрел, когда мне было, наверное, уже первый или второй класс. И то тогда, даже уже на фоне, когда уже, мне кажется, Микки Маус уже появлялся. Он все равно затмил все, что можно было затмить. Вот он такой веселый человечек. И он разговаривает классно. Мне нравится, как он разговаривает. Особенно, как он разговаривает. Как он по-настоящему. Как-то по-человечески. А не по-американски, что ли. Вот как-то вот так вот. По-человечески. По-настоящему. Когда мы понимаем его слова. Так. Поясок. Что у него и у Кузи есть? Мы почти Кузю нарисовали. Вот ручки и рубашка. И такие вот у него ботиночки, можно сказать. Сейчас, чтобы не пугать детей разными названиями. Назывались они как? Можно сказать. Мне иногда подсказывают. Интересно. Ребята, все ли знают, как называются такие ботиночки? Из природного материала. Очень-очень экологичные. Нарисуем ему метлу. Он там подминал что-то. Помогал по дому. И вообще счастье приносит. Вот метлу. И вот такой Кузя. Сегодня. Рисование с субботника, объявляя открытым. Это был разминочный урок. Рисование. Ну, даже не урок, а просто разминочный рисунок. Где мы рисовали Кузю. Кузя классный. Лапки. Конечно, лапки. Спасибо. Я всегда это спрашиваю. Потому что не все ребята знают. Может быть, не знакомы еще с русской культурой. Такой древней. Такой лапки. Хотя не очень древняя культура. Я лапки уже не носил. Не носил. Но носил унты. К примеру. Было такое дело. Убираем все на место. Я очень стараюсь всегда ребятам посоветовать убирать. Потому что у меня два мальчика, девочка растет. И они не всегда убирают за собой краски, карандаши. А это стоит делать. Вот убрал так. Закрыл. И все. У тебя все готово для следующего рисунка. Сегодня будем рисовать на ночь ванну купал. На день ванну купал. Будем всяких русских духов рисовать. Русских каких-то таких. Банника. Жар птицу. Лешего. Русалку обязательно нарисуем. Кикимору нарисуем веселую. Так что оставайтесь с нами. Нога мараша. Полевика нарисуем. Полевика. Бабу-ягу обязательно нарисуем. Так что баба-яга будет обязательно. И все в этом вот в таком детском стиле. Так что рисуйте. Приходите. Сейчас там на паузу. На ютубе.